писала мне в youtube андрей андрей здравствуйте как навсегда избавиться от долгов никак не получается не пойму или есть порча или что с каждым разом все больше и больше уже больше 7 лет тянется все вот вроде бы уже есть свет в конце тоннеля но нет опять 25 устала уже бороться не знаю как быть спасибо что вы даете возможность жить и жить в радость понимаю что просто так ничего не случается но как долго уже силы иссякли неужели и дальше так будет галина ну а то ты бубу шамиева и так видите а бро вопрос такой достаточно сложный ну давайте начнем и так как избавиться от долгов почему человек попадает в долги что является сопутствующим долгам элементами наверное каждый из вас или наверное каждый вообще из людей хотя бы один раз жизни попадал в неприятные ситуации в долги но одни умудрялись выйти из этих долгов другие зависали в этих долгах на длительный период времени это вопрос обычно очень неудобно и обычно люди начинают теряться и так далее я могу сказать что я ответ знаю каким образом выйти из долгов что это такое могу дать советы эзотерические психологические философские и так далее и так как навсегда избавиться от долгов давайте сейчас рассмотрим почему долги возникают у человека по моему мнению долги являются следствием обмана то есть человек начинает обманывать себя каким образом это происходит живет непосредством обманывает других близких или чужих людей даже я могу сказать что по моему мнению наверняка дети которые или мужчины или женщины которые склонны к тому чтобы обманывать или врать просто так больше склонны к тому чтобы у них образовывались долги я считаю что главная причина появления долгов это ложь и я считаю что обман в любом виде рано или поздно приведет к долгу таким образом если долг это гордиев узел и для горди его узла наверно помните эту историю необходим александровский меч то вот этим мечом является правда каким образом необходимо выйти из долгов нужно сказать себе правду так же не стоит врать тем людям или тем иисус инстанциям которым вы должны 3 обязательно говорите что если у вас нет денег вы не можете отдать не знаете когда вы заработать заработаете несмотря ни на что говорите именно так денег у меня нету когда я их смогу заработать я не знаю отдать я сейчас не смогу ждите когда я буду зарабатывать и тогда я смогу вам отдавать вы должны знать есть закон эзотерики он звучит так за правду не наказывают а за ложь наказывают и еще ложь порождает ложь таким образом как накручивается долги человек говорит завтра дам зная при этом что он завтра не отдаст ситуация ухудшается то есть появляется агрессия то что любая ложь увеличивают агрессию по отношению к человеку необходимо говорить правду каким образом как есть представляете очень хорошая есть пословица лучше горькая правда чем сладкая ложь так вот чем больше будет лжи тем больше агрессии в дальнейшем появляется по отношению к человеку как необходимо говорить случае если нет ничего необходимо говорить ничего нет отдать не смогу делайте что хотите со мной я хочу вам сказать еще раз этот закон поверьте мне за правду не наказывают именно поэтому старайтесь говорить правду в случае если человек говорит правду к нему агрессия исчезает и к человеку начинают относиться хорошо один раз поверил в это вы отдадите все свои долги также всегда помните что за ложь наказывают а ложь является и обман является следствием долгов отдача долгов всегда должна начинаться с намерения отдавать данные долги старайтесь это делать даже с маленьких сумм когда вы занимаете по чуть-чуть или сразу много то вы не можете отдать сразу всю сумму почему потому что когда человек должен отдавать то тот человек кто отдал этому человеку деньги он должен он хочет получить всю сумму а человек который не умеет зарабатывать у него не получается или он решает какие-то вопросы или какие-то проблемы дыры там на здоровье взял и так далее он не может зарабатывать почему он нарушает один из принципов эзотерики деньги занимая в будущем если деньги взять как бы из будущего то в настоящем ты становишься должником тем самым в настоящем ты их не заработаешь так как в будущем или взяв их из будущего ты их уже потратил именно поэтому я часто говорю что когда деньги берут в долг то лишаются работы лишаются заработка бизнес разрушается и так далее естественно я могу сказать что в случае если вы берете деньги в долг помните вы роете себе яму человек который занимается профессиональной эзотерикой знает о том что долг или в долг брать нельзя всегда абсолютно всегда максимально необходимо тотально рассчитывать на свои силы человек должен рассчитывать на свои силы не покупаться на манипуляции государства или манипуляции частных лиц или еще каких-либо которые предлагают заставляют брать человека в долг когда человек не соображая как это будет начинает брать в долг потом сам понимает что он отдавать не может потому что все это прекрасно знают и после этого начинаются вот такие тяжбы когда человек все теряет хочу вам сказать как отдаются долги подобно тому как вода камень точит помните эту пословицу также и с нашими или вашими долгами человек должен иметь намерение отдавать этот долг это намерение заключается в том чтобы даже малую сумму необходимо было бы отдавать ставьте приоритеты отдавanes долга на первое место даже выше приоритета выздороветь или выше приоритетов необходимо деть амкеды и так далее то есть необходимо там еда мы же не можем без еды и так далее ограничивайте себя максимально до того момента пока вы не справитесь со своими долгами помните что долг умножается на долг умножается на долг и эти долги растут каждый год и долг обычно имеет способность такую увеличиваться со временем об этом я обычно рассказываю на своей первой ступени если кто-то не знает я очень рекомендую пройти первую старую первую ступень которая выложена в youtube вы можете вбить сейчас поисковик андрей дуйко первая ступень школы кайлас первый день и просмотреть всю информацию которая касательная долгов отдачи долгов методичек или эзотерических практик при помощи которых можно эти долги убирать и так далее тем не менее вот смотрите вы должны 100 тысяч долларов но вы зарабатываете на протяжении одного месяца только 6 долларов вы из этих 6 долларов должны отдавать хотя бы там 35 10 процентов хоть какую-нибудь сумму естественно вы должны встретиться с человеком которому вы должны и должны отдать этому человеку эту сумму даже если она чрезвычайно мало почему еще раз вода камень точит намерение отдавать долги в дальнейшем поможет вам заработать эти деньги и отдать долги так было практически у всех среди приоритетов долг должен стоять на первом месте